МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти 153 миллиона рублей, выделенных из областного бюджета, позволили отпраздновать долгожданное новоселье в новых квартирах. В то же время еще больше 2000 участников до любого строительства нетерпеливо ждут заветных комплектов ключей. Справиться с проблемой с собственными финансами регион не в силах. Поможет Федеральный фонд защиты прав граждан. На решение проблем обманутых дольщиков уже выделено порядка полутора миллионов рублей. Сегодня готовится порядок на уровне правительства Российской Федерации, который будет однозначно трактовать, что необходимо делать с тем или иным объектом. Первый вариант. Если конструкция, и я так понимаю, для вас это тоже немаловажный процесс, вы же должны жить в безопасном жилье. Поэтому задача техническое состояние и возможность дальнейшей достройки. Первое. Второе. Целесообразность достройки, либо выплата материальных ресурсов. Сильнее всего по карманам дольщиков бьют ипотечные кредиты. Многие дома простаивают годами, а ежемесячные платежи при этом не дремлют. Решить эту проблему помогут общественники. Направим в ближайшие дни, подготовим в Государственную Думу запрос и предложение о рассмотрении возможности введения федерального закона, скажем так, дающего году ипотечникам сделать ипотечные каникулы для домов, которые находятся в проблемном состоянии, недостроенные. Также либо уменьшить процентную ставку существенно по ипотечным кредитам. Решение об оказании адресной материальной помощи принято и на уровне губернатора. Теперь закон под номером 159 об оказании адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, будет распространяться и на выплаты обманутым дольщикам. В настоящее время уже у нас подано 194 заявления, 103 из них отработано и граждане получили помощь. Общий размер помощи 17 миллионов рублей. Обращение можно оставить по телефону горячей линии регионального оператора социальной защиты 48 08 56. Губернатор Сергей Морозов планирует посетить наиболее сложные объекты долгостроя в течение наступившей недели. Но решений обманутые дольщики требуют здесь и сейчас. Собираться хотят регулярно и доклады слушать конкретные, про каждый дом. Я считаю, что это нужно обязательно делать, каждую неделю собираться, чтобы мы видели, что сделано за неделю. Александра Струнникова на собрание приходит регулярно и каждый раз с надеждой. Полную стоимость нового жилья выплатила самостоятельно, а вот жить приходится кое-как. Я уже куда только не хотела. Я мать одиночка, я не прошу, я прошу отдайте мои деньги, я хочу жить нормально в жилье. В аварийном доме живу, я куда только не обращалась. Дело за свой счет комиссии. Моя зарплата 11 тысяч рублей. В августе из областного бюджета выделят еще 93 миллиона рублей. Эти деньги позволят достроить еще два дома. Завершение еще нескольких домов планируется за счет инвесторов. Яна Федорищева, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ.